Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ с последними событиями к этому часу в студии Махач Курбанов. Короткий анонс о том, что вы увидите сегодня. Собаки нападают на детей прямо на улицах города. Сколько в Махачкале безнадзорных животных и что с ними намерены делать городские власти? Узнаем через минуту. Государство и инвесторы на одном предприятии. В Дагестане планируют построить первую мясоперерабатывающую фабрику полного цикла. Оборудована по последнему слову техники. В Республиканской клинической больнице имени Вишневского заработала умная операционная. В Кизилюрте открылся исправительный центр для осужденных, совершивших преступления легкой или средней степени тяжести. Собака напала на ребенка. Инцидент произошел в редукторном поселке Махачкалы. Видео получило широкое распространение в соцсетях. Мальчик был доставлен в ближайшее медучреждение с ранами на лице и руках. Если бы не своевременно подоспевшие взрослые, неизвестно, чем бы все закончилось. Между тем, в столичной администрации сетуют на недостаточный объем финансирования, выделяемый на борьбу с безнадзорными животными. Средняя стоимость отлова, стерилизации и 10-дневного содержания и вакцинации от беженства составляет 7287 рублей. При этом средства от комитета по ветеринарии были перечислены 11 февраля. 15 февраля объявлен конкурс на проведение мероприятий по стерживанию роста популяции, это стерилизации и вакцинации безнадзорных животных. Органам местного самоправления, согласно 37-м закону Республики Дагестан, переданы государственные полномочия Республики Дагестан по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории соответствующих муниципалитетов. На реализацию этих полномочий средства предусмотрены только частично, только на стерилизацию и кастрацию. Полномочия по другим видам обращения с животными без хозяев не финансируются. Как быть с агрессивными больными, в том числе имеющими признаки бешенства животными? На эти вопросы от Комитета по ветеринарии Республики Дагестан мы не получили ответа. С аналогичными проблемами сталкиваются не только махачкалинцы, они актуальны и для других муниципалитетов Республики. Но выработанного системного механизма решения данного вопроса Комитет по ветеринарии пока не озвучивает. Мясоперерабатывающее предприятие полного цикла планируют построить в Дагестане. Вопрос накануне обсудили на совещании в правительстве Республики. Предполагаемый объем финансирования пока не озвучили, но цели и задачи вполне понятны. Подробности у Асили Манаповой. Предприятие по замыслу будет государственным, а к реализации проекта привлекут инвестора. Это будет первая мясоперерабатывающая фабрика полного цикла в Дагестане. Она предполагает безотходное производство вплоть до выпуска костной муки. Предприятие полного цикла. Почему полного цикла? Сюда поступает, например, будем говорить, животное или сырье. Отсюда у нас выходит, в первую очередь, будет выходить мясо в вакуумной упаковке, согласно, вернее, соответствующим всем стандартам мяса. Потом у нас идет колбасные изделия, которые соответствуют всем условиям. Потом у нас идет тушенка. Потом у нас идет и субпродукты, например, биологические отходы, субпродукты, которые выбрасывали. Из него будут делать корм для кошек и собак. Планируется, что и шкура животных пойдет на выделку. При этом вся продукция должна соответствовать стандартам международного качества. Министерству по земельно-имущественным отношениям республики было дано поручение совместно с муниципалитетами подобрать участок для реализации проекта. На сегодняшний день уже проработан вопрос локации. Определены два земельных участка в Кизелевском районе. По поручению председателя правительства создана рабочая группа. Завтра первый выезд рабочей группы на место для определения точек подключения электроэнергии, газа, водоподведения и посадки проекта на местность. Председатель правительства поручил проверить эти земельные участки на соответствие требованиям, в том числе экологическим и инфраструктурным, необходимым для реализации проекта. Профильным ведомствам дано поручение подготовить проектно-сметную документацию. Это предприятие будет строиться с участием Росаграга Лесинга. И данное предприятие нам позволит увеличить уровень переработки мяса, соответственно, создание рабочих мест и увеличение добавленной стоимости. Прежде всего, мы будем ориентироваться на внешние рынки, также и внутреннее потребление у нас немаленькое. Было отмечено, что указанный проект положительно повлияет на экономику республики. Он позволит не только увеличить уровень переработки мяса, но и создать в регионе новые рабочие места. Асель Монапал Мурат Бигбарсов, Новости ННТ, Махачкала. В Дагестане растет число миллионеров. Налоговики республики подвели итоги декларационной кампании. Всего в 2021 году о финансах отчитались более 57 тысяч дагестанцев. В своих декларациях доход от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей указали два человека. Тогда как в прошлом году не было ни одного. От 100 до 500 миллионов рублей указали 31 человек. В 2020 году было 28. От 10 миллионов до 100 миллионов рублей доход отразили 205 человек. В 2020 году их было 105. И от 1 миллиона до 10 миллионов отразили в декларациях 3347 граждан. В 2020 году их было 1722 человека. И к другим темам. Работники социального обслуживания населения Дербенского района посетили беженцев, прибывших в Дагестан из города Мариуполь. Женщины родом из Дербенского района проживали на территории Украины с 1985 года и имеют украинское гражданство. В связи с последними событиями они решили вернуться. Подробности в сюжете Карима Даниева. Дом. Милый дом. Спустя почти полвека проживания в Мариуполе, сестры Гульжамал и Лализар вернулись на малую родину. Здесь, в Дербенском районе, они снова увидели не только мирное небо над головой, но и своих родственников, которые протянули руку помощи в самое нужное время. В данный момент беженки расположились у своей родной сестры в селе Зизьян-Казмоляр. Они неохотно вспоминают события, через которые им пришлось пройти. Бежали везде, куда глаза глядят солдаты. А мы стали как брошенные. А кто-то как повернулся, говорит, мы за автобусом. Она не знала, что делать. Меня захватили, с рукой захватили. Или кровь остановили. Это хорошо, вот глаза чуть-чуть будут сюда и все. Меня не было бы жгана. Это мне и шарка шла бы за заднюю. У меня вообще глаза не могла открывать. И везде здесь синяки, везде синяки. Сегодня они уже в безопасности. Беженкам оказывается вся необходимая помощь. Социальные службы обеспечили женщин товарами первой необходимости и продуктовыми наборами. Им оказана психологическая и медицинская помощь. А также проведена консультация с юристом. Семья поставлена на учет в Центре социального обслуживания Дербянского района. Сотрудниками Минтруда Республики Дагестан проводится ежедневный мониторинг ситуации, связанной с пребыванием в Республику Дагестан беженцев из Украины. Социальные сотрудники в случае выявления таких фактов моментально выезжают на место, оказывают первичную необходимую помощь в виде предоставления продуктов, питания, товаров, первой необходимости, исследуют их нежелищные условия. Данная работа взята на Миноконтроль и всеми задействованными службами будет продолжена. Напомним, Дагестан в числе первых выразил готовность принять у себя вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. На сегодняшний день регион готов принять у себя 600 беженцев. Карим Данив, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Дербенский район. Умная операционная. В Республиканской клинической больнице имени Вишневского заработала интегрированная мультифункциональная операционная, оснащенная по последнему слову техники. Медоборудование с технологией 4К позволяет рассмотреть мельчайшие изменения в органах и тканях. В процессе операционного вмешательства хирург располагает все информации о больном, в том числе данными проведенных исследований МРТ, МСКТ и УЗИ, которые можно вывести на мониторы. В случае необходимости есть возможность сделать снимки во время операции. Все это существенно сокращает продолжительность операции, следовательно, пациент меньше подвергается действию наркоза, а значит быстрее идет на поправку. Еще один немаловажный момент. Такая операционная дает возможность проводить обучающие видеоконсультации и видеоконференции, что будет очень полезно для хирургов, желающих повысить свои профессиональные навыки. Эта операционная оснащена всем необходимым оборудованием лапароскопическим, и это оборудование позволяет малоинвазивно, мало травматично, без больших разрезов, выполнять очень сложное оперативное вмешательство. На самом деле оперативное вмешательство любой степени сложности, на органах грудной клетки, на органах брюшной полости и при заболевании по профилю гинекологии. Дагестанских осужденных трудоустроят на родине. Первый участок, функционирующий в режиме исправительного центра, открылся в Кизилюрте. Теперь мужчины, совершившие преступление небольшой или в средней тяжести, смогут работать на предприятиях любой формы собственности и проживать в общежитии, пользуясь правами обычных граждан. Осмотреть корпус, который станет альтернативой лишению свободы, выехала представительная делегация из официальных лиц и наша съемочная группа. Слово Ларьяни Шамхалаевой. Отремонтированный одноэтажный корпус с санитарными помещениями, комнатами отдыха, мебелью и бытовой техникой. Сюда смогут заехать 50 человек, приговоренных к принудительным работам. Такой вид наказания был введен в Уголовный кодекс еще в 2011 году, однако в Дагестане подобный центр появился впервые. Сотрудники УФСИН отмечают, что пребывание в исправительном центре считается мягкой мерой наказания. Осужденные могут жить почти как обычные граждане. В данном учреждении будут содержаться осужденные к принудительным видам работ, которые будут в количестве 50 человек. Срок отбывания наказания, которых по решению суда может составлять от двух месяцев до пяти лет. Ранее, пока данный участок не был создан, осужденные к данной категории отправлялись в другие субъекты Российской Федерации. Все люди будут трудоустроены, что повлечет за собой погашение исковых обязательств, которые по решению суда будут, скажем так, им предписаны. По словам начальника центра, исходя из выносимых приговоров на принудительные работы, ежемесячно могут поступать до 20 человек. Для контроля за осужденными оборудованы дежурная часть, кабинеты сотрудников и технический комплекс. Будут основные осужденные, которые освободили с колонии по смягчению наказания. Так называемая статья 80-я. Они за примерное поведение там дали им такую возможность смягчить им наказание. И получается, тот срок, который у них остался, они уже отбывают его в исправительном центре. Утром они, как и все люди, будут уходить к 9 часам, примерно в 8 часов ушли, вечером после рабочего дня к 6-7 вернулись. И все ночное и вечернее время находятся уже в помещении. И они, по сути, такие же люди в обществе, только немножко ограничения у них есть, потому что они не могут уже в ночное время и другое после работы по городу гулять. Более 900 осужденных теперь будут ближе к семьям и смогут приносить пользу республике. Министр по национальной политике и делам религии Энрик Муслимов не мог не отметить положительные факторы открытия такого центра именно в Дагестане. В прошлом году было выделено соответствующее решение судов в отношении 927 человек, которые подпадали под эту категорию. В связи с тем, что такого исправительного центра на территории республики не было, они были направлены в другие регионы Российской Федерации. Для чего это нужно для республики? Для того, чтобы, во-первых, те, кто будет отбывать здесь наказание, у них будет возможность встречаться с своими семьями, то есть социальной составляющей. Во-вторых, здесь, там, где нужны будут рабочие места, там, где рабочие руки, имеется в виду, то есть они могут спокойно, значит, идти, значит, отбыть это наказание в виде принудительных работ. То есть мы даем возможность тем заводам, фабрикам или, там, индивидуальным производителям привлекать этот труд. И, ну, другое, тоже не менее важное, на каждый из проектных центров выделяется соответствующий штат из федерального центра. Это на такой участок, это получается, где-то 8 человек, это офицеры, которые будут приняты из числа дагестанцев и будут получать зарплату из-за своей семьи. Буквально до конца года в разных районах республики появится еще как минимум 3 таких исправительных участков. Всего будут трудоустроены более 400 человек. Ларьяна Шемхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Кизелюртовский район. Правительство ставит задачи по безаварийному пропуску половодия и паводков в Дагестане. Накануне состоялось первое в этом году заседание противопаводковой комиссии республики. Его участники обсудили угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций из-за отопления территорий. Обострение проблемы наводнений непосредственно связано с ухудшением технического состояния гидротехнических сооружений, хозяйственным освоением паводкоопасных территорий и рядом других причин, отметили выступавшие. Особенно острой проблемой пропуска воды паводка возникает в нижнем течении реки Терек. Затопление и подтопление являются одним из форм негативного воздействия вода на территории и объекты. Очень часто хозяйственное освоение территории идет без учета природных зон затопления. Учитывая данную проблему, президентом Российской Федерации Путином Владимир Владимировичем уже давно поручено установить зоны затопления и подтопления и внесение их в единый государственный реестр недвижимости. Необходимо четкое согласование и документальное закрепление границ таких зон затопления. Российских бойцов ММА отстранили от международных любительских соревнований. Совет Международной Федерации смешанных боевых единоборств приостановит членство Российской и Белорусской Федераций. Отстранение включает запрет на участие во всех турнирах под гидой организации, в том числе в предстоящем Суперкубке мира, который пройдет с 8 по 12 марта в Бахрейне. Также запрещена организация любых событий на территории России и Белоруссии. Отметим, что запрет пока не относится к профессиональным лигам, таким как UFC, Белатар и другие. Команда дагестанских волейболистов-ветеранов стала серебряным призером Кубка России. Турнир среди участников в возрасте 60 лет и старше проходил в городе Раменская Московской области. В борьбу за трофей изначально вступали 28 команд. Четыре лучшие из них сыграли в финальном этапе. Республиканская сборная выиграла встречи, уступив только спортклубу ветеранов ФСБ России. Третье место заняли волейболисты подмосковного Реутова. Лучшим игроком Кубка России был признан дагестанец Тимирхан Тимирханов. Боец Халид Муртазалиев узнал имя следующего соперника в лиге Белатар. 6 мая средневес из Махачкалы встретится с опытным американцем Лоуренсом Ларкиным. Бой пройдет на 278 турнире промоушена Парижа. 27-летний Муртазалиев входит в десятку лучших бойцов своего дивизиона. На его счету 18 поединков, в которых он одержал 15 побед. Бой в столице Франции станет для спортсмена третьим в лиге Белатар. Лоренс Ларкин идет на серии из пяти побед и занимает шестое место в рейтинге. На этом все. Оставайтесь с ННТ. Всего доброго. Смотрите нас в соцсетях. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин